Теорема максимальной мощности Она может быть охарактеризована специальным термином, так называемая доступная или располагаемая мощность. Вот обычно в курсе аналоговых устройств как-то это не упоминается, хотя, на мой взгляд, это вообще, говоря, такое мировоззренческое принципиальное значение. В конечном счете мы определили усилитель как устройство, которое создает нагрузки мощность большую, чем мощность отбираемая от источника. И поэтому принципиальный вопрос не связан с тем, а что источник способен отдать во внешнем цели. И вот теорема максимальной мощности говорит о том, что источник способен отдать мощность при вот таком условии. Если соответствующее соотношение Вот это условие и сет Получим условие для располагаемой или доступной мощности Или если работаем с источником тока И квадрата Т делить на 4G7 Вот это та мощность, принципиальная, предельная максимальная мощность, которую источник способен отдать в согласованную с ним нагрузку. Ну вот, если возвращаться к той структурной схеме, которая здесь была нарисована, время у нас еще есть, то можно немножко ее детализировать. Как в этом случае представляется логичным строить усилительные каскады? Еще раз источник сигнала Но вот перед тем, как подать сигнал от источника непосредственно на вход усилительного каскада Устанавливается так называемая цепь связи И только потом используется активный элемент Ну или полупроводниковый прибор Между нагрузкой и каскадом устанавливается еще одна цепь связи И лишь потом сигнал передается в нагрузку Ну и теперь уже ясно назначили этой самой цепи связи По крайней мере, одной из предназначений Нужно по возможности Технику передачу мощности от источника во внешний цепь От источника сигнала в активный элемент и от активного элемента Вспоминая про энергию источника питания Необходимо установить еще одно устройство Между источником питания И активным элементом, полупроводниковым прибором Это устройство, оно вы можете вписать внутрь Его можно определить как Цепь обеспечения режима работы То есть вот эта цепочка Источника питания к активному элементу Она не должна никак не объявить сигналы Она должна обеспечить активному прибору такие условия работы Чтобы его использование было эффективно Но чуть позже эта конкретность росла Ну и вот дальнейшая конкретизация Такой структурной схемы Позволяет нарисовать уже почти Эквивалентную электрическую схему каскада Мы, наверное, зарисуем Сделаем перерыв Итак Мы вводим тем самым терминологию Усилительное устройство Ко входу на зажимах 1.1.3 Подключен источник сигнала Теперь сигнала У сигнала Открыт К выходу подключена нагрузка Считаем ее линейной Зачастую мы будем считать Вещественные эти сопротивления нагрузки При этом На входных зажимах Реализуется входное напряжение Которое Абсолютно не равно Напряжению источника сигнала И на выходных зажимах 2.2 Реализуется напряжение нагрузки Иногда мы будем его называть Выходным напряжением Но повторюсь, что Это напряжение на выходе Оно имеет Говорить о нем имеет смысл Только в том случае Если определить Какая отверстия Причина к выходным зажимам Если пока отверстия То, что это Стоя короткость нагрузки нагрузки На напряжении вообще не будет Ну и низкие межречные случаи Соответственно По входному контуру Куда включен источник сигнала Протекает Ток И Коды Ответа Входной контур Входной контур Здесь протекает ток нагрузки Сигналный ток нагрузки Это выходной Прямо конец Имеется еще третий контур Контур источника питания Давайте источник положим на бок Здесь соответственно будет протекать Ток источника питания Ну и еще одно замечание Зачастую источник питания Мы будем считать Обладающим бесконечной энергией То есть не имеющим внутреннего сопротивления Хотя Это Это Никогда В полной мере И тогда повторюсь Вот в такой Почти эквивалентной схеме каскада У нас Входной контур Выходной контур Где протекают Входные и выходные Сигналные токи И контур источника питания Где протекает Ток Потребляемый от источника Так Мы должны сделать перерыв Давайте попробуем